Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лоподом. И сегодня речь у нас пойдет о романе, о триллере, я бы сказал, Наши бесконечные последние дни, Клэр Фуллер. Эта книга довольно жесткая и ограничение, если оно есть по возрасту, то к этой книге вполне применимо. То есть, ну, все-таки она не для подростка. Почему? Потому что слова одновременно, значит, шокирующие и деликатные, вынесенные на обложку, они, в общем, значит, для меня, на мой вкус, не соответствуют содержанию. Деликатные, это вы называете деликатные, это очень жесткая история, в ней нету никаких кровавых подробностей, в ней нету откровенных сексуальных сцен, то есть, они есть, но они не откровенные, да, просто не про эта книга, поэтому, как бы, реалистично все описано, но это не сосредотачивает внимание автора и читателя. Эта книга страшна сама по себе, страшна ситуацией. Значит, ситуация следующая. Лондонский выживальщик средних лет, мужчина без особых перспектив, совершенно не выглядящий сумасшедшим. Вы же понимаете, что такое выживальщик? Давайте мы обратимся к, скажем так, словарному определению. Это человек, который сделал собственным хобби предусмотрительные приготовления к каким-то кризисам. Это абсолютно нормально. Вот скажите мне, после каких-нибудь ураганов Катрина или блэкаутов, да, страшных, которые накрывали целые города, значит, отсутствием электричества, это может быть критично? Это нам с вами все равно. А если человек на аппарате искусственного дыхания? А если ему нужна какая-нибудь медицинская срочная помощь или что-нибудь еще случилось? Да просто застрять в лифте может быть критично для человека с астмой, например, да, у которого кончится препарат. Вот, вы же понимаете, это не шутки. Вот, человек, выживальщик, который к этому готовится, он просто вот упорно этим занимается. Ну и, конечно, принимает в некотором отношении сверхмер, да, то есть он как бы, что кажется другим людям совершенно ненужным и, значит, излишним. Вот, а жизнь обычно в пользу выживальщиков решает эти вопросы, к сожалению, да. Мы, благоустроенное, значит, живущее в комфорте городское население, в большинстве своем, по-видимому, не выживем. Во всяком случае, в северном полушарии, где зима со снегом, значит, случись что. Поэтому я не могу сказать, что меня это сильно отталкивает или пугает. Это нормально. Особенно после пандемии, допустим. Но, но, у человека явно психические проблемы. Он начинает с того, что копает бункер под домом. Вполне нормально. Запасается продуктами. Когда вы дойдете до списка продуктов, вы не сможете не согласиться со мной, что это вполне разумный список. Там нет никаких, извините меня, ананасов в шампанском. Это нормально. То есть он реально, вот просто человек предвидит какие-то катастрофы глобальные. Вот, все нормально. Но постепенно, постепенно рассказ начинает съезжать на недопустимые вещи. Например, длительные турпоходы. Тут надо рассказать о семье. Значит, у нее есть дочка, 8 лет Пегги. Есть жена, она старше его, она пианистка. У нее совсем другой мир, у нее карьера. Она дочку свою любит, но, как и отцу, дочка нужна ей скорее для того, чтобы семья была цельной. Чтобы все было нормально. Но заведение ребенка не приближает ни брак, не спасает от разрушения, не приближает к норме психику ни одного из супругов. Это совершенно не связанные вещи. Это любой психолог вам скажет. То есть это не способ, что называется. И вот длительные турпоходы без надлежащей физической, туристической подготовки с маленьким ребенком на природе. Это уже не шутки. А потом случаются страшные. В один прекрасный момент, оставив записку, он, во-первых, похищает ребенка. Это юридически наказуемый, да, супруг, без согласия второго, значит, родителя, значит, мама, без согласия папы, папа, без согласия мамы. Это считается похищением, киднеппингом. Похищает ребенка, увозит в другую страну. Это второе. Третье. Подвергает ее жизнь, здоровье смертельной опасности. Потому что то, как они там приключаются по лесам, по горам, где они нашли эти дебри в Германии? Да простят меня немцы. Я понимаю, у вас большая страна, на ваш взгляд. Вот. Но у нас это, ну как вот сказать, это место, удаленное на несколько десятков километров от малейшего признака цивилизации. От ближайшей линии ЛЭП, какого-нибудь проселочной дороги, где явно видно, что когда-то ездили машины. Или какого-нибудь там мусора, оставленного туристами. Значит, вот несколько десятков километров. Вы знаете, это центр подмосковного лесопарка. У нас вот так вот. Значит, но это нам с вами, при наших абсолютно невообразимых, непредставимых для европейского читателя просторах, может быть смешно. А в книге вовсе не смешно. Они находят таки какую-то на небольшой пригорке, значит, заброшенную хижину. В этой заброшенной хижине, без подготовки, без припасов, занимаясь бог знает чем, свяжуя каких-то белок, ежиков там, какие-то, огород какой-то разводя. Какой огород, зима на носу. Надо запасаться немедленно, потому что это, вот, значит, растет, собственно, девочка. Девять лет длится этот ужас. Я говорю, это триллер. И самое страшное в этой книге даже не то, что там что-то такое эдакое описывается. Холод, голод превращаются в настоящую пытку. И отец, реально сходящий с ума на наших глазах, вот, он, в общем, ну, мало очень делает для выживания. А все это, это борьба за жизнь день за днем, каждый день, что летом, что зимой, потому что это все, что есть из духовной жизни для развития и для сохранения нормальной психики. Любой психолог, опять же, знает, в экстремальной ситуации очень важно иметь якоря, держаться за что-то, что тебя, напоминает тебе о нормальной жизни. Хотя бы о счастливом детстве, о прошлом, да. У нее это кукла и нарисованная на столе пианино, клавиши, да, напоминание о маме. Вы подумайте, а. То есть это, ну, фактически, да, очень жестокая ситуация. Дальше происходит много всего. Я постараюсь избежать спойлеров. И Пегги, конечно, вырастет. Она нам рассказывает, выжив, она рассказывает нам эту историю, и она является, как это принято говорить, ненадежным рассказчиком. В чем же ее ненадежность? Дело в том, что она все равно любит отца. И здесь ничего не поделать. И это страшно, потому что, когда беспредельная власть родителя над ребенком, значит, сталкивается с откровенной патологией, да, ну, он психически болен. Тут ничего не поделаешь, да. Там же глюки какие-то начинаются и так далее. Это вызывает душераздирающий эффект. Ты понимаешь, что ты его искренне ненавидишь, но понимаешь, что для Пегги это вот весь мир он. Тем более, что он ей планомерно, целенаправленно и очень-очень последовательно лжет о том, что они последние выжившие на планете. Мамы больше нету, людей больше нету, произошла катастрофа. Ну, знаете, для маленького ребенка, когда вокруг глухой лес, дикие звери, значит, голод, холод и, значит, полные лишения мир, отец является единственной опорой и надеждой. Это во-первых, а во-вторых, значит, это многократно обыгранная в кинофильмах массовой культуре ситуация, да. В общем, когда появляется Рубин, я не скажу вам, кто это, ситуация доходит до края, до пика. И, в общем, здесь тоже не все однозначно. И девочка, которая выросла в изоляции, которая не понимает, что такое человеческие отношения, в общем, по-другому все произойти не могло. И какие бы шрамы она на себе не принесла, да, там, ну, осталась она без мочки уха, это ерунда. На самом деле, самые страшные шрамы это на ее душе, да, и самые страшные шрамы это то, что сделала с ее психикой эта ситуация. Фактически, у нас очень любят смотреть фильмы, обязательно только с хорошим концом, конечно, с разоблачением, про маньяка, как-то похитителя, который держит кого-то в заперти. Это такая очень, такая интрига, берущая за душу, да. А здесь у нас есть ровно такая же ситуация, эта книга не, это не Робинзонада. Потому что роман Робинзонада, он жизнеутверждающий. Что делает у Даниэля Дефо герой на острове? Он строит человеческое общество. Вы помните, он первым и наперво, что, правильно, объявляет себя губернатором общества. Он свод законов составляет. Он устанавливает для себя ежедневные ритуалы. Он избегает ходить грубым, хотя одежда просто разрушилась на нем, на тропическом климате все же сгнило. Вот, и так далее. Он строит человеческое общество, социум, состоящий из одной единицы. Зачем он это делает? Правильный ответ скажет любой психолог. Потому что он иначе сойдет с ума. И задолго до того, как он увидел эти следы на песке хрестоматийные, да. Задолго до того, как появилась, значит, его жизни появился пятница, да. У него были, помните, попугаи, кошки, собаки, с которыми он разговаривал. Потому что это как бы придаток к этому социуму, да, который ему нужен, чтобы оставаться человеком. Вот человеком можно остаться, будучи абсолютно один, без малейшей надежды на спасение. Потому что парус на горизонте, это ситуация из современных кинофильмов скорее, а не из 18-го столетия. Ну, просто сопоставьте, как часто ходили по отдаленным секторам океана, значит, меридианам корабли, да, пролегали маршруты. И вы поймете, что Ропензон вообще-то в реальности был обречен. И то, что Селькирка спасли, это прототип литературного героя, это большое чудо. Здесь никто не должен спасти, потому что папа твердо сказал, что все погибли. И настаивает на этом. Ну, конечно, шива в мешке не утаишь. Пегги узнает правду. Ну, вот, она спасается. Но вы знаете, облегчение приносит не это. Облегчение, может быть, некоторое приносит возвышающая над вот этой ситуацией точка зрения автора, который говорит, что надежда на выживание и на сохранность собственной души и разума, она остается всегда. Крохотная ниточка, да. Вот этого автора у нас не отнимает. А все остальное, вы представляете, в каком состоянии она возвращается в цивилизацию. А чувство ее матери, которая 9 лет не видела, а ее брат. И вот, то есть, ну, это просто, вот, это катастрофа от начала до конца. Вся книга, она держит тебя, не отпускает. Ты читаешь в надежде спасения. И не думайте, что все будет так гладко, что это история, которая имеет линейное развитие. В общем-то, я кое на что намекнул, остальное там будет похлеще, чем во многих триллерах. Я имею в виду кино, конечно. Вот, читайте, читайте. Это очень поучительная книга. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok